Книга открытым оком. Тема мусульманства. 19-й том. Вопрос 3311. Можно ли сделать сравнение в вопросах брака? Как это у мусульман и как это у христиан? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Из газеты «Алтайская правда» 10 ноября 2006 года, страница 24. Жениться еще раз. Никогда. 68-летний нигериец Шеху Мулами за последние 40 лет женился 201 раз. То есть брал в среднем по 4,5 супруги в год. Мулами правоверный мусульманин, как и большинство жителей нигерейского севера, и разводился с избранницами просто. Выходил на улицу и трижды провозглашал. Я разведен. Первый раз женился в 20 лет, и, надо сказать, больше 4 жен одновременно он никогда не брал. В полном соответствии с Кораном. Точного числа своих детей Мулами не знает. Святая Библия. Риблиным, 7 глава, 2 по 3 стих. Замужняя женщина привязана законам к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцую. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцую, выйдет за другого мужа. Брак второй есть врачество против блуда, а не на пуст ве сластолюбию. Правила Василия Великого, 8 и 7. Неокосарийский собор, 7 правило. 315 год. Кавычки открыты. Пресвитеру на браке двоеженца не пиршествовать, потому что двоеженец имеет нужду в покаянии. Какой же был бы пресвитер, который через участвование в пиршествии одобрил такие браки? Кавычки закрыты. Двоеженец отлучается на год или на два. Василий Великого, 4 правило. Третий брак есть нечистота в цеверке, но лучше любодеяние. Василия Великого, 50 правило. Троеженца подвергается эпитемии. Четвертый правило. О троебрачных и многобрачных мы положили. То же правило, какое и о троебрачных по соразмерности. Второбрачных отлучают на год, а другие на два. Троебрачных же на три, а частые на четыре года. И нарицают таковой союз уже не браком, но многоженством, или паче наказанным блудом. Посемую Господь Самарянине, применив пять мужей, глаголит «Лего же ныне и Маши нести муж» Иоанна, 4, 18. Показывая тем, якобы преступивший предел второбрачия, уже не достойно нарицать именами мужа и жены. Мы же не от правила, но от последования предшественников приели обычаи троебрачных отлучать на пять лет. Впрочем, не должен совсем загрожать для них вход в церковь, но удостаивать их слушание Писания два или три года. А по всем допускать достояния, но удерживать от приобщения святыни. И так показывающих некий плод покаяния восстановлять на место общения. 80. Правило Василия Великого. О многобрачья отцы умолчали, как о деле с коцками совершенно чуждому роду человеческому. Нам же сей грех представляется тихчайшим блуда. Посему благорассудно будет подвергать таковых епитемии по правилам, то есть да будет единое лето плачущими, три лето преподающими, и потом могут быть приняты. Четвертый брак запрещен и не брак. Многобрачья есть дело с коцкой и хуже блуда. Стихотворение Откровение коварной жены Дрожи от того, что забыла покой. Я собственной мести во всем потакая. Еще покажу тебе, кто ты такой. Еще покажу тебе, кто я такая. Предать постараюсь в стоустной молве. Хабар, что мужчина ты стал недостойным. При всех на ослиной твоей голове. Попаху ведром заменю я помойным. С командою, как наведу пистолет. Усы свои сбрей. По добру, по здорову. Теперь их подкручивать времени нет. Обед приготовишь, подоешь корову. Останешь противиться целый аул. Заставлю подняться тревогой объятый. Как с крыши начну я кричать к хараул. Меня полишить хочет муж мой проклятый. Поклонишь им лес, словно куст на ветру. Захочешь бежать, сразу кинуть в догонку. Я шкуру с тебя, как с барана, зеру. К зиме, из которой сошью мне дубленку. Запомни, обучен и грамоте я. Недолго грехов приписать тебе гору. И явится в дом, как милиция вся, Когда я письмо настрачу прокурору. И властная, как восклицательный знак, Приема потребую без проволочки. Где надо, ударю я по столу так, Что вмиг разлететься. Стекло, разлетится стекло на кусочки. Узнаешь, разбойник, кто прав, кто не прав. Тебе отомстит невозможность знакома. Могу на себе я одежду порвав, Войти и без пропуска двери обкома. Хизреевы быстро найдут кабинет. Рыдая взмолюсь, потемат дорогая. Спаси погибаю, цветение лет, Мучителя мужа раба и слугая. Живу, как при хане, о воле скорбя. Сто крат в этой доле милей мне могила. Хизреева голову снимет с тебя. На деле таком она руку набила. Но если ее не сумеет рука настигнуть тебя без спощадней за трещин, Тогда напишу заявление в ЦК, Где чутко относится к жалобам женщин. Еще при партийном собрании ответ. Ты будешь держать, позабочусь об этом. Еще ты положишь партийный билет, Прослыв на весь свет негодяем отпетом. Потом разведусь я с тобой дураком, Останешься с чещей средь отческих стен ты, А я загуляю с твоим кунаком И стану с тебя получать алименты. Запомни, ты, женщина в гневе сильна, Запомни, что женщина в гневе сильна, Как в страстной любви и танка на коварство, Когда-то в былые она времена Умела, озляясь, погубить государство. Я стану твоей судьбой роковой И гневом, как молния в небе сверкая. Еще покажу тебе, кто ты какой, Еще покажу тебе, кто я такая. Расул Габзатов Субтитры сделал DimaTorzok